На смену бумажному хаосу идет электронный документооборот. Россельхознадзор разработал новую государственную информационную систему «Меркурий», в рамках которой вся ветеринарная сертификация будет осуществляться в электронном виде. Нововведение касается и всех сельхозтоваропроизводителей региона, а также перевозчиков продукции животного происхождения, к которой относятся рыба, мясо, молоко, мед, сыр и прочая продукция. Оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде станет обязательным с 1 января 2018 года. До 1 января 2018 года у хозяйствующих субъектов еще есть возможность оформлять документы в бумажном виде. Однако начать пользоваться электронной системой можно уже сегодня, отметил главный ветеринарный инспектор НАО Александр Антонов. Ветеринарные сопроводительные документы в электронном виде уже оформляют в Горпо и СПК ЕРФ. К этому относятся наши сельхозтоваропроизводители, все СПК, семейно-родовые общины. Это мясокомбинат, переработчики, ООО «ВИТО», уже занимаются и что мясной переработкой, что молочной переработкой. Это все перевозчики. Задача хозяйствующих субъектов – нам подавать заявки в электронном виде. Документ будем выписывать уже в ветеринарной службе. С 1 января это будут обязательные условия. По задумке Россельхознадзора, государственная информационная система «Меркурий», во-первых, позволит уменьшить бюрократизм и упростить получение документов. Сельхозтоваропроизводителям, перевозчикам и продавцам больше не придется простаивать в очередях и возиться с бумагой. Достаточно будет иметь номер сертификата, по которому можно проверить, что за продукты перевозятся и каково их происхождение. Во-вторых, электронная сертификация станет гарантией безопасности пищевой продукции. Система исключит подделку сертификатов и проникновение на рынок нелегальной продукции. «Меркурий» позволит отследить информацию о дате и месте происхождения сырья в заводе-производителе, сроках годности, основных характеристиках товара, о том, где в данный момент реализуется каждый конкретный продукт. Это главное преимущество системы, но пока ее внедрение в регионе идет с некоторыми проблемами. «Например, это работа аэропорта. На данный момент они не принимают ветеринарные сопроводительные документы, оформленные в этой системе на перевозку грузов. Хотя в остальных регионах таких проблем нет». Еще одна проблема – отсутствие в реестре получателей продукции, которые могут находиться и за пределами региона. Это тоже усложняет работу ветстанции, как и в случае с аэропортом на Рейнмар. Из-за этого специалистам приходится снова оформлять документы, но уже в бумажном варианте. Поэтому специалисты ветстанции напоминают всем участникам оборота товаров сельхозпроизводства о том, что электронная сертификация станет обязательной с 1 января 2018 года.